Народ, всем привет, всем здравствуйте! После стрима я решил для вас записать ролик, но к сожалению, Леста так не думает. Меня выкинуло из игры, по всей видимости, какой-то ремонт на серверах, либо что-то еще, какая-то плановая, может быть, перезагрузка. В общем, поэтому с вами сегодня поговорим про ИС-8. Я понимаю, что недавно был уже стрим на этом танке, но все равно я хочу сказать, что на мой взгляд, это самый недооцененный танк 9 уровня. Он пробивает, он едет и, в принципе, нормально танкует, особенно восьмерки. Иногда будут случаться непробития от 10 уровня, но, ребята, не нужно рассчитывать на них постоянно. Просто из бронированного у этого танка есть только борта, но иногда башня что-то где-то как-то рикошетит, ведь она была по броне немножко апнута. У меня на нем 98% экипажа, поэтому все, что я буду говорить, ну, имейте в виду, это не все возможно, что может быть на этом танке. Быстренько по техническим характеристикам, ну и какая-нибудь рубрика а-ля там три боя, может быть, вас привлечет. Ну, просто-напросто, ребята, сорвались планы. Я хотел записать для вас видео про бачата, но немножко пошло не по плану. Итак, прочность 2000 хп, 2050. Броня в башне, как вы видите, она прям даже есть. Есть 230 миллиметров, в бортах 140, но в корме башни брони нету, и туда будут залетать фугасы. В корпусе 120 во лбу, в бортах 80 и в корме тоже не очень, 60. Урон минуту 2773, чуть-чуть больше в итоге будет за счет этих 2% экипажа. Дальше, время перезарядки 9 секунд. Пробитие. Пробитие у этого танка как у десятки. И сейчас, ребята, вы прикиньте, ИС-8 будет в некоторых моментах даже круче, чем десятки. Но вы знаете, что большинству тяжей нерфит пробитие, к сожалению. Итак, 258 на ббшках, на кумулях 340 пробитие. Средний урон 420 на ббшке, на кумулях 360, 500 по фугасах. Но здесь вы все прекрасно знаете. Сведение комфортно, 4-1. Разброс 0-329. УВН, блин, не хватает мне. УВН 5 градусов, это реально мало. 45 км в час максимальная скорость. И теперь, ну ладно, не теперь, в обнове 10.3 ИС-8 будет быстрее ездить. Потому что максималка УСА, по-моему, будет 42 или 43 км в час. Что-то около того. Тяг выраженный 17.3. Корпус разворачивается неплохо, а башня вот не особо. Ну что, ладно, погнали. Может быть, кстати говоря, докачаем экипаж. За эти 2-3 боя. Посмотрим. Я на самом деле очень, ребят, давно не играл на ВГ в такое время. И, честно говоря, не знаю вообще, получится или нет. Я сегодня хотел начать стрим. Ну, для вас это получается вчера. Для меня сегодня я хотел на Чифе поиграть. Потому что этому танку завезли новый камуфляж. Кстати, пишите обязательно комменты. Хотели бы вы видеть такой стрим? Чиф на Европе в новом Кама. Но какой-то был такой бешеный просто пинг, что играть было сложно. И, ребят, ирония в том, что у меня ровно на этой карточке, ровно, правда, с другого респа случился бой на Чифе. Я надеюсь, что сейчас будет получше. И, при том, пинг или лосс был, он не показывался. У нас есть скорость. Там сотка. Там йох. Так себе противники, могу честно сказать. Притом, знаете, в чем прикол? Танк ехал нормально. А вот выстрелы были с каким-то невероятным запозданием. Очень долгая задержка. Друг, ну, смотри, я как бы девятка. Я как бы девятка без брони. Давай вперед. Давай, давай, давай. Вперед, сотка. Давай, давай. Давай. Так, на центре у них никого. Хорошо, ребят, напоминаю, это евросервер. Здесь такой часто. Вот так точно соглашаются, пацаны. Там все стоят, там тупо все стоят, ребята. Ай-яй-яй-яй. Во. Так, е-100 здесь. Нет, конечно, можно рискнуть. Можем поехать. Просто проблема в том, что когда поеду я, вот эти двое за мной не поедут. Просто имейте в виду. Победа, это круто. Сто процентов. Но мне еще нужен, ребят, на стрел. Е-100 уже... Е-100 уже в поле, ребят. Прикиньте. Их Е-100, я имею в виду. Иногда я удивляюсь. Думаю, а что я удивляюсь? 1200. Ну, зато у чувака 1200 просто прошел урон. Думаю, что удивляться? 3-0. Ребят, ну... Блин, плакали мои 3000. Капец, он бронированный бачатик, да? Так, а еще там кто-то есть? Еще какая-то ПТ. А вот она. Сейчас, по идее, не должно хватить у венов. Или хватит? Да не занимайся глупостями. Ерундой какой-то занимаешься. Тоже мне. Ну, ребят, 7-1. Я не знаю, вообще, каким чудом они смогли забрать кого? Шерика нашего. Ну, победа. Ладно, победа и бог ты с ним. Настрела, конечно же, нет. Вот, 2200 это очень посредственный результат. Но даже такой результат, ребят, нам дает третье на классности, что, кстати говоря, очень странно. Так, ТВПХ, молодец. 100% я ему ставлю лайкос. Объект 704. Ну, бог с ним. Все, не будем судить, ребят. Так, квест Мегадесс. Спасибо большое. Откажусь. Ну, что, ребят, идем дальше. 99% экипажа. Я думаю, что сейчас, если бой будет победным, то мы с вами добьем соточку. И, возможно, кто-то из вас скажет. Вася, да не нужен нам завтра, точнее, для вас сегодня, стрим в новом камуфляже на Чифе. Устрой-ка ты стрим по прокачке СА-7. Можно, ребят, если большинство голосующих, большинство тех, кто пишет комментарий, скажет, чувак, а сделай вот как. Организуй стрим по прокачке СА-7, но не просто обычный стрим, а назови его так. Не закончу стрим, пока не исследуй С-7. И вот если за такую тему проголосует большинство, естественно, ребята, я не смогу никуда деться от вас. 150 тысяч опыта нужно будет мне вкачать на стриме. Не знаю, много это или мало, но по ощущениям очень много. Эмили, если чё, научи меня, пожалуйста. Акумули, ребят, 340 не берут. А как? В крышку башни? Ты серьёзно? Обалдеть. Вот чего-чего я не ожидал, ребят, как это вот этого прикола. Это просто какая-то подстава. Кто это прав? Но тигр не может. Настолько сильно пробивать, мне кажется. Ладно, мне это всё равно, ребята, покруче пробития. А нет, не покруче. Обожаю, ребят, из-за восьмого. Блин, в топе это просто монстр. Ну и что ты сделаешь мне? Ну что ты мне? Зачем ты сюда приехал? Скажи, пожалуйста, мне, друг. Это, ребят, это мощный танк. Это очень мощный танк. Если раньше, вот я точно помню, от этого танка просто все открещивались. Типа, вот что это такое? Даже восьмёрки его не особо сильно уважали. Сейчас это очень мощный танк. Очень. Это правда. Это правда, ребят. Так, скептор на КД. Может быть, ещё получится тысячечку фугасом дать. Только не надо мне там сзади. Кто-то, я уже вижу, смотрит. А я его ещё, ребят, и подпалил. Ну что, может быть, мне фраг дадите? У меня там 4000 урона намечается. Ну всё, ребята. Слава богу. Немножечко, ребята, оправдался за прошлый бой. За прошлые 2200 урона. И, честно говоря, прям отвратительный был. Но он был тоже быстрым. Вот. И я, конечно же, ребята, немножечко в той каточке пересейвился, наверное. Здесь 4200. Уверенно. Так. А что там, кстати говоря, по... Вообще фарм есть? У меня же прем-аккаунта даже тут нет. Плюс 33 тысячи. Несмотря на то, что отсутствует прем. Так. 1250 опыта дают нам первые знак классности. Спасибо, пацаны, кто оценил мои действия по достоинству. Ну что? Так. Квест, понятно. Нам не интересно. Квест коллекционный предмет какой-то получен. Нет. Вопрос в другом. 99% до сих пор. Обалдеть. Ну, идем дальше тогда. Еще один бой предстоит нам провести на ИСе восьмом. Ну, конечно же, было бы круто, ребята, против восьмерочек поиграть. Очень комфортно он себя чувствует. Но единственный момент, знаете, в чем? Мне вот казалось, что раньше он как будто бы был побыстрее. Я могу ошибаться, пацаны. Я могу ошибаться. Но вот такое вот ощущение. Я еще на стриме это заметил. Но думаю, ладно. Блин, экипаж 75% или сколько там? 80% у меня был. Может быть, это играет роль. Но нет. Сейчас 99% и он так себе перемещается по скорости. Давайте в бустер опыта тоже подключим. Блин, а вот тут десяточки. А вот здесь будут страдания. Но у нас два тяжа хороших. Что хэвик, что тайпик. Так, а там кран. Но вот с краном уже будут проблемки, ребята. Если он там от башенки встанет, я с ним ничего не сделаю. Йох. Там капец какая сильная команда. Минотавр, Йох, Кран. Не, я надеюсь только на свои борта и на немножечко удача. Не попал просто. Так что, прошу меня извинить. Надо было, наверное, ниже. Он, по-моему, на двух снарядиках. Он уже отстрелялся. Нужно выдавать урон. Он стоит, просто ждет что-то. 452, мое уважение, альфа. Спасибо большое. Это на самом деле будет круто, если получится его забрать. Стой! Кто езжает. Минотавр там. Так, единственная ПТ-ха, да? Наверное, хорошо все-таки. Это все-таки, наверное, хорошо. Кран, вот. Кран там. Йох, все, наверное, надо ехать. Все правильно ты понял. Ты, дружище, все правильно понял. Но только ты едь первым. Да ну-ду-ду, что ты переключаешь это на меня? Ну, давай по десятке. Тебе больше опыта дадут. Ой-ой. Ой-ой. А, Минотавр, фух, испугался. Минотавра думал, блин, он за прогой поехал. Не надо, не надо. А я вот тебя пробью, например. Блин, ребят, кайфовый танк. Просто я вот что на стриме кайфовал от него. Не кайфовал, конечно, от союзничков, от рандома. Но танк прикольный. Подгори, блин, гад, не подгорел. Думал, можно будет подпалить. Так, и леопардик остался. Ребят, ну средуха прям вообще зачетная. Средуха вообще зачетная на танки вышла. Блин, против десяток я настрелял 4 тысячи практически. Если сейчас тычку дам, будет точно 4. Ладно, тебе не жалко, друг. Вот, леопарда, если я заберу, будет точно 4. Стойте, 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 стойте. Ладно. 2 фрага. Если бы я здесь сделал бы 4 фрага. Блин, даже мастера бы дали, ребята. 4 фрага? 4 тысячи настрела. Против десяток 100% мастер был. Ну вот, видишь. 3 900, первый знак. А какое количество опыта, скажите мне, пожалуйста. Мне просто интересно. Мне тупо интересно. 1 300. Ну вот, за 2 фрага дали бы 1 400. Наверняка. И был бы мастер. Ну, я был хорош. Хэвик помогал. Хэвик помогал. Тайпик проехал. Вообще круто. Вместе прям прорашивал направление. Ну что, опыта достаточно. Поздравляем, экипаж обучен до 100%. Я бесконечно рад. Давайте сейчас заберем все задачки, которые мы с вами выполнили. А то Евросервер скучает без своего предводителя. Без своего главы клана. Ну что, ребят. ИС-8 топ. Не нужно от него открещиваться. Повторяю, ребят. Предложение. 104 тысячи у меня есть. 187 нужно будет каким-то образом добыть. Ну, осталось добыть 80 тысяч. Ну вот, я немножечко неправ был. Но, пожалуйста, ребят. Голосуйте. Если кто-то хочет такой стримчик, устроим сегодня же. А для меня завтра. Все, ребят. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Я считаю ветку ИС-7 сейчас актуальной. Потому что он действительно будет необычным. Я не знаю, насколько он будет крутым. Насколько он будет имбовым. Но он точно сердечниками он будет необычным. Ребят, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставить лайк. Ну и, конечно же, подписаться на канал. Всем пока-пока.